Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов Рой де Мейстер, интерьер студии. Около 1931 года холст масла 50 на 60. Рой де Мейстер австралийский художник с мировым именем, первый в Австралии начавший работать в стиле чистого абстракционизма. Известны его ранние эксперименты с цветомузыкой, связанные с обнаружением и исследованием связи между музыкальной гармонией и гармонией цветов. Разработанный им цветомузыкальной теорией Мейстер в 1919 году посвятил выставку «Цвет в искусстве». Впоследствии по влиянию кубизма он отходит от абстракции в сторону фигуративной живописи. Это произошло в 1930-е годы, примерно в то время, когда мастер перебрался на постоянное место жительства в Лондоне. Интерьер студии – эта картина написана уже в Европе. Ее можно считать переходным произведением, содержащим в себе элементы, присущие как абстракционизму, так и кубизму. Преобладание обобщенных геометрических форм, привлеженных к простейшим, искажения изображаемой реальности, приводящие к ощущению одномерности и существованию лишь одной, общей для всех элементов плоскости, особое внимание к взаимодействию различных цветовых участков, отсылают к абстракционизму. Тем не менее, на этой основе образы конструируют определенное пространство, внутри которого размещаются легко идентифицируемые, хоть и условные, человеческие фигуры. Подобным использованием наблюдаемого мира для преломления под собственным углом зрения и состоит главное отличие кубизма от абстракционизма, окончательно отвергавшего вещи привычной действительности, создавая свои собственные отвлеченные миры. Вот такое описание к работе Ройда Нейстра, интерьер студии, около 1931 года, холст масла, я нашел в интернете. Текст по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания.